Виновник взрыва еще не установлен, ведется следствие. А пока дом будут восстанавливать на средства фонда капитального ремонта. Так решили жители дома на общем собрании. Елена Лапушкина считает этот путь максимально продуктивным. Она подтвердила, ситуация не является чрезвычайной. Городом было проведено обследование. Это обследование говорит о том, что, в общем-то, никакой угрозы разрушения несущих конструкций нет. Локальные разрушения есть, но их возможно устранить. Дело с жильцами. Они обратились за помощью в фонд капитального ремонта и проголосовали за перенос сроков работ на 2018 год. Поскольку дом только вступил в программу, первый взнос жители сделают через 5 лет. Первый изместитель главы города Владимир Василенко подтвердил, сейчас жильцам не нужно платить ничего. Все, что вы скажете, мы сделаем. Никаких денег сейчас никто не просит. Жители определили конкретные виды работ. Главная проблема – неработающий лифт. Эксперты утверждают, замены он не требует. Несколько поврежденных дверей уже выправили и скоро поставят на место. Лифтовая компания готова начать работы по запуску. У вас лифт будет работать. На все про все нужно в районе недели, максимум двух. Кроме лифта, жильцы наметили ряд других важных работ. Восстановление плиточных перекрытий, элементов фасада, общестроительной работы в подъезде, а также проведение подробной технической экспертизы поврежденных мест здания. Все это записали в протокол собрания. Теперь можно будет составить смету и подсчитать стоимость работ. Елена Лапушкина подвела итоги собрания. Дело сдвинулось с мертвой точки. Артем Устинов, Артем Сулайманов. События.